МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Не рассчитался? Иди пешком. Мне сказали, что, возможно, проблема была в том, что у меня не было средств на карте. Но средства у меня были. Барнаульцы возмущены, что не могут оплатить проезд банковской картой. В очереди за знаниями сотни человек. Машиностроение. Почему? Ну, интерес личный. Личный интерес? Кем будете? Конструктором. Какие направления в топе у абитуриентов и сколько придется заплатить, если не попал на бюджет? Сегодня день тех, кто пишет о спорте и не только. Нужно сделать так, чтобы он не переключил эту самую кнопку. И тем самым он увлекся и досмотрел мой репортаж. Сложно ли на Алтае быть спортивным журналистом? Жители краевой столицы не могут рассчитаться в общественном транспорте банковской картой. С проблемой обратились к нам в редакцию. Напомним, новую систему оплаты за проезд ввели в Барнауле в феврале. За это время горожане не раз жаловались, что приходится идти пешком, так как оплатить поездку банковской карты они не смогли. Неужели дорогостоящая система дала сбой, и как на эту проблему смотрят власти? Узнавала Валентина Аскерова. Сегодня Евгений Чепрасов с легкостью оплачивает проезд в 35-м автобусе банковской карты. А еще вчера в том же автобусе валидатор отказался считывать карту. Кондуктор предложил заплатить наличными, либо выйти. Денег у молодого человека не оказалось, пришлось выходить и скорее искать ближайший банкомат, чтобы не опоздать на работу. Перевозчик, конечно, принес извинения за неудобства, но наш герой переживает, вдруг ситуация повторится. Тем более, этот случай не единичный. По словам Евгения, в тот же день у его подруги, правда, уже в другом автобусе, также не сработала банковская карточка. А мы сейчас проведем свой эксперимент, проверим, считает ли мою банковскую карту валидатор. Да не бойтесь. Не получается? Не читает. Скажите, а вот в прошлый раз у меня тоже не считала. Это нормально? Бывает с первого раза, бывает с третьего, бывает вообще с пятого. А бывает вообще? А бывает вообще. Моя карта хоть и не с первого раза, но сработала. Кстати, мы поинтересовались у горожан, считывает ли валидатор. Их карты, оказалось, считывает, но есть другие сложности. Я ездила на трамвайле. Да, да, да. Было один раз такое, что не сочетался один раз, а потом со следующего раза все нормально. Срабатывает сразу, то есть не было инцидентов, что вот... Были, да, были как-то, ну, минут пять не могла рассчитаться. Но, как утверждают чиновники, валидатор долго считывает карту лишь потому, что пассажир неправильно ее прикладывает. Тут своя инструкция, карту нужно приложить и удерживать несколько секунд, рассказала руководитель Центра Транса Юлия Дорохова. По ее словам, ситуации, когда валидатор не читает карту, практически нет. Были лишь при запуске системы, когда люди рассчитывались обычными, а не бесконтактными картами. А что касается нашего героя, то чиновница уверена, валидатор не сработал, потому что у него на карте просто не было средств. В таких случаях, когда на карте есть средства, рассчитаться по ней нельзя. Ну, фактически, я не представляю, что такая ситуация у нас в городе сложилась. Потому что у нас каждая третья поездка в настоящее время в общественном транспорте, она происходит с использованием банковской карты. То есть вы понимаете, да, что если этот случай носил бы массовый характер, ну, наверное, обращений было бы гораздо больше. Кстати, барнаульцев возмущает еще и тот факт, что в транспорте до сих пор выдают билеты старого образца. А вот эту проблему власти признают и говорят, что с такими жалобами в Центр Транс жители обращаются регулярно. Выдавать подобные билеты в автобусах, где есть валидаторы, нельзя. Если вы получили билет старого образца, то можете ехать бесплатно, пояснили власти. Дело скандально известного руководителя компании «Модест» по производству молочной продукции передано в суд. Напомним, Татьяну Устинову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии краевых следователей, женщина на протяжении длительного времени брала деньги у директора одного из предприятий региона. В обмен на это Устинова обещала фирме место в списке поставщиков товаров для нужд «Модеста». В результате почти за три с половиной года руководитель пополнила свой счет в банке на 7 миллионов рублей. Обвиняемая свою вину признала. Сейчас ее имущество арестовано. Уголовное дело направили в суд. В Барнауле сегодня открыли уникальный для Сибири реабилитационный центр. В нем будут восстанавливать здоровье пациентов после сложных операций. Речь идет о нарушениях опорно-двигательного аппарата. Подобных центров в России единицы, поэтому там будут принимать больных со всей Сибири. Всего в клинике 148 коек попасть в новое медицинское учреждение можно по полюсу ОМС. Общая его площадь – 11 тысяч квадратных метров. В здании расположены залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, комнаты виртуальной реабилитации, бассейны и многое другое. Все палаты оснащены высокотехнологичным оборудованием. Фактически центр начал работать еще в начале июня. Сегодня там проходит реабилитацию порядка 80 человек. Среди них есть и те, кто уже готовится к выписке. Я так понял за эти дни, что подобрали очень квалифицированный медперсонал, потому что проходит все, довольно-таки очень все хорошо. Все процедуры, все реабилитационные мероприятия проводятся на высшем уровне. Строительством и оснащением центра занимались московские инвесторы. Сумма проекта оценивается в 770 миллионов рублей. Подробнее о работе нового центра мы расскажем в ближайших выпусках. Если не соблюдать меры предосторожности, то реабилитация может потребоваться и после употребления бахчевых культур и овощей. Кстати, в региональном Роспотребнадзоре заработала горячая линия. В течение июля каждый желающий может получить консультации по вопросам защиты прав при покупке арбузов и дынь. Телефон вы видите сейчас на экране. Вопросы можно задавать с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00 часов, в пятницу с 8.30 до 12.45. А вот приемные комиссии в вузах края работают с 9 утра. Если кто-то не знает, сейчас в разгаре приемная кампания. Бывшие школьники, получив аттестаты, выстраиваются в очередь, чтобы как можно скорее подать заявление на выбранный ими факультет. Сколько студентов смогут учиться в вузах бесплатно? Какие направления и специальности предпочитают? А какие им могут предложить вузы? Узнавала Валентина Аскерова. Уже давно выдохнули и расслабились. У сестер-двойняшек Насти и Кристины Ширяевых на руках золотые аттестаты и практически максимальные баллы по ЭГЭФ, которые гарантируют им поступление в любимый медуниверситет на бюджет. Сестры сегодня в списке почетных гостей. Пьют чай задним столом с ректором вуза Игорем Салданом и размышляют о будущей профессии. Девчонки признаются, что с выбором специальности сложности не было. О белом халате мечтали с детства. Настя выбрала лечебное дело, Кристина – стоматологию. Я с детства люблю кропотливую работу, бисером вышивать, просто вышивать и рисовать очень сильно люблю. И мне кажется, что в стоматологии нужны такие качества, потому что там же нужно, чтобы зубки были ровные, красивые, каждую детальку прорисовывать, вылепливать. Приемная кампания в МЕДИ стартовала две недели назад. Подано уже 600 заявлений. Самым приоритетным по-прежнему остается лечебное дело, а также новое направление, которое открылось всего две недели назад – клиническая психология. К слову, учеба в медуниверситете – довольно дорогое удовольствие. Так, если ты выбрал, к примеру, стоматологию, то в год придется заплатить 170 тысяч рублей. Так что лучше все же попасть на бюджет. Мы не увеличиваем бюджетные места, мы идем на порядка 480 бюджетных мест, из них порядка где-то 280 – это целевые места, которые у нас остаются для Алтайского края, и порядка 200 бюджетных мест. То есть мы постоянно держим в пределах 500 мест. На следующий год мы увеличим до 510. А вот в техническом вузе настоящее столпотворение желающих учиться здесь тысячи человек. В приоритете у без пяти минут студентов пищевая и эти отрасли, а также машиностроение. Большинство, конечно, точно знают, кем хотят быть, а вот некоторые выбирают специальность, как говорится, чтобы просто попасть в вуз. Кстати, технический вуз в этом году тоже может похвастаться новыми специальностями, на которые идут с большой охотой. Новое направление подготовки у нас впервые ведется набор в Бийском технологическом институте, это наш филиал в городе Бийск, мехатроника и робототехника. Там сразу набор с бюджетными местами. Ажиотаж и в педуниверситете на столах приемной комиссии уже около тысячи заявлений. Пользуются спросом факультет психологии, лингвистика и локопедическое отделение. Кстати, с этого года в вузе открыли и дополнительные направления – мировая художественная культура и география. Во-первых, есть потребность, потому что, например, мы понимаем, что на заочную форму, как правило, поступают работающие люди. В районах не хватает учителей, например, географии, и люди охотно идут на сдвоенные специальности, двойные профили, как мы их называем. Во-первых, это спектр применения больше. Учитель может вести и историю, и географию. Это нагрузка в сельской школе. Кстати, общее количество бесплатных мест в вузах края осталось примерно на уровне прошлого года. Больше всего бюджетных мест оказалось в техническом вузе – в почти 1700, а также в педагогическом – больше 1300. Поменьше – в классическом и аграрном. Там чуть больше тысячи, а в институте культуры и того меньше – всего 224. Что касается самой приемной кампании, то завершится она в августе-сентябре в зависимости от формы обучения. А у этих ребят учеба уже закончилась, но отдохнуть из-за сильного наводнения у себя дома в Иркутской области они не могут. Помощь, готов оказать Алтайский край, мы можем принять на отдых 360 мальчишек и девчонок. Об этом заявил губернатор края Виктор Томенко. Напомним, на днях в Иркутской области произошло сильнейшее наводнение, а по последним данным погибло 16 человек. После дождевого паводка затопило более 80 населенных пунктов. Тысячу людей остались без крова. Домашнего скота, кстати, помочь им может любой житель нашего края. Алтайское отделение партии «Единая Россия» заявило о сборе помощи пострадавшим. Жители Барнаула уже приносят постельное белье, подушки, теплую одежду, обувь, посуду, моющие средства. Также продукты питания, консервы, крупы, подсолнечное масло. Гуманитарную помощь принимают по адресам Ползунова 26, Ленина 41. Сегодня профессиональный праздник отмечают спортивные журналисты. Дату празднуют с 1995 года. В Алтайском крае писать только о спорте, по словам тех, кто этим занимается, тяжело. Спортивные события не столь масштабные, как хотелось бы. Поэтому наши коллеги – специалисты широкого профиля. Дарья Эдемиллер поговорила с теми, кто при любой возможности свои материалы посвящает спорту. Путь в спортивную журналистику у меня совпал примерно с приходом в журналистику, потому что для меня это была достаточно простая тема. Я увлекался футболом и другими видами спорта, поэтому для меня было просто. И многие спортивные журналисты именно таким способом начинают свою карьеру, то, что берут рубрику спорта, потому что это достаточно проще, например, чем политика, экономика. Если каким-то видом спорта увлекался, игровым или индивидуальным, все равно есть общие голы, очки, секунды, характер, какая-то борьба. И специфику понимаешь. Один из первых, наверное, текстов, который я написал, был о спорте. Это было, когда я еще учился в школе, в районной газете. Но тема спорта очень близка. Сам занимался спортом и когда-то мечтал быть именно спортивным журналистом. Но, к сожалению, учитывая, на каком уровне спорт в Барнауле, быть только спортивным журналистом в нашем городе невозможно. И сейчас вообще встает вопрос о том, нужны ли спортивные журналисты Барнаулу. Все команды наши барнаульские профессиональные, которые выступают в разных видах спорта, как правило, они играют в самых низших лигах и, к сожалению, занимают последние места. Читать кому-то об этом вряд ли будет интересно. На первом курсе университета у нас была журналистская практика. Я ее проходил на радио и, так как с детства занимался футболом, была возможность немножко поездить на матчи Барнаульского Динамо, например, или еще чего-нибудь, я, естественно, старался использовать ее. Ты не снимаешь или не пишешь о том, что тебе не близко, что тебе не хочется, потому что, ну, в спорт не идут те, кому все равно. В спорт идут те, кому это нравится. И поэтому, наверное, кайф спортивной журналистики в том, что это приятное с полезным. То есть ты занимаешься любимым делом и при этом получаешь от этого удовольствия. У нас бывали такие случаи, допустим, моему коллеге там давали, езжай в спортивный репортаж с ними, но это будет поверхностно. Это будет хорошо, добротно, но это все-таки будет поверхностно. Нужно быть увлеченным человеком, в том числе и спортивным. Когда ты занимаешься спортом, ты знаешь все изнутри, и тебе легче писать об этом. Нужно разжевывать так, чтобы человек, который смотрит телепередачу в данной ситуации, телеканал «Толк», да, не переключил, потому что он скажет, ага, так, спорт у нас, как всегда, идет последним по классике жанра, там погода, ну, погода все ясно, спорт тем более, там Политов сейчас опять что-нибудь начнет. Но нужно сделать так, чтобы он не переключил эту самую кнопку. И тем самым он увлекся и досмотрел мой репортаж и полностью нашу программу. Через пару секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. До встречи.